МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого матищенского информационная программа День в студии Анна Мусоликина прямо сейчас о самых интересных событиях в округе. А вначале – коротко о главных темах. Вице-спикер МОСУБЛДУМа Никита Чаплин проконтролировал работу Матищенского центра управления регионом. Я уверен, что эти супертехнологии позволят управлять муниципалитетом намного лучше, быстрее слышать жителей. Интернет должен быть безопасным. Как научить детей правильно пользоваться и вести себя в глобальной сети? Начать всерьез, реально всерьез заниматься вопросами информационной безопасности наших детей. Один щелчок спасает жизнь. Сотрудники ГИБДД в рамках профилактической акции напоминают о необходимости использования ремней безопасности. Конечно, это важно. Я чувствую себя виноватым. 13 ноября во всем мире отмечают День слепых. А теперь об этом и многом другом более подробно. На этой неделе МЦУР городского округа Матища вышел из тестового режима и приступил к работе. Центр управления регионом – это цифровая платформа, созданная в 2018 году. До конца 2019-го должна объединить все муниципалитеты Подмосковья. С ее помощью специалисты разных профилей могут мониторить и анализировать информацию, поступающую через интернет-ресурсы. А значит, оперативно реагировать на запросы жителей региона. Как справляются с задачей, поставленной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сотрудником ЦУРа городского округа Матища, проверил первый зампред МОСУБЛДУМа Никита Чаплин. Первый зампред МОСУБЛДУМа Никита Чаплин посетил МОСУР городского округа Матища. Это подразделение ЦУРа, которое находится в доме правительства Московской области и с 2018 года обеспечивает оперативное управление регионом. Гостя сопровождал глава Виктор Азаров. Это ЦУР, в принципе, то же самое, что и в области, только в миниатюре. Здесь вся информация, во-первых, все по доброделу. Все обращения граждан в онлайн-режиме. Специалисты сидят, здравщик, образование, ну сразу видно образование. Там же КХ-шники сидят, дорожники. В общем, каждый сидит, своего-то что занимается. Вот эти все обращения в режиме онлайн рассматриваются, бармируются, ну, соответственно, направляются по исполнителям и в обратную сторону. За год, пояснил глава Виктор Азаров, в администрацию городского округа Матища поступает порядка 26 тысяч обращений. Теперь, благодаря современной цифровой платформе, они еще более оперативно найдут адресата. Также работа аналитиков позволит предвосхищать проблемы и избегать критических ситуаций. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин познакомился с сотрудниками МЦУРа, поинтересовался тонкостями их работы. Что здесь отражается вообще? Вот график, который поступает, поступающих обращений. Ага. Вот штриховые люди. Походим, да? Это за год, да? Это за неделю. На этой неделе МЦУР городского округа Матища вышел из тестового режима и приступил к работе. Сегодня вместе с главой нашего города Виктором Сергеевичем Мазаровым мы посмотрели, как работает центр управления Матищами. И видим, что здесь, с одной стороны, все объективные показатели и по здравоохранению, и по ЖКХ, по образованию. С другой стороны, все жалобы. И с третьей стороны мы видим, как мы выглядим на уровне области, на уровне не только по всем показателям, но и по каждому показателю в отдельности. Подразделения ЦУРа до конца текущего года должны быть открыты в каждом муниципалитете Подмосковья. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это очень хороший инструмент для власти, инструмент управления. И самое главное, что здесь абсолютно объективные цифры, сухие цифры. И я уверен, что вот эти супертехнологии позволят управлять муниципалитетом намного лучше, быстрее слышать жителей, получать быстрее информацию. И, конечно, обратная связь от местной власти должна быть намного быстрее, чем было раньше. Все знаем, быстро решаем, не допускаем. Такова концепция ЦУРа. Для сведения, цифровая платформа, которая позволяет ей следовать, была создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Надежда Звягинцева, Олег Степанов, информационная программа «День». В Московском государственном областном университете в рамках акции «Месяц безопасного интернета» состоялся семинар для педагогов информатики по вопросам методики преподавания уроков безопасного интернета. Семинар организован Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области. На мероприятии побывал мой коллега Кирилл Тридуб. Семинар открыли заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Сдобнов и исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Главная задача мероприятия – научить преподавателей информатики, как правильно говорить с детьми о безопасности в сети интернет. Эту акцию мы уже провели во всех школах Чеченской Республики в начале года. Начали ее проводить и в Новгородской области. Сейчас мы стартуем ее в Московской области и в последующем, в следующем году мы проведем ее в 10 регионах России. И анализируя распространение большого количества деструктивной информации в сети интернет, мы пришли к выводу, что единственный вариант борьбы с такого рода информацией – это открытый диалог с детьми. Как правило, наибольшую угрозу в сети создает себе сам ребенок. Случайно выложенные фото или острые комментарии могут всплыть через некоторое время и сыграть с ним злую шутку. Помимо этого, опасность представляют и фейковые аккаунты в соцсетях. В их возрасте они не понимают, что в интернете ты можешь быть 14-летней Аней, а на деле ты окажешься 20-летним Колей. И вот у детей отсутствует понимание того, что за аватаркой кто-то может скрываться плохой. И, соответственно, мы младшим рассказываем, что, ребят, общайтесь со своими родителями, рассказывайте родителям, что происходит у вас в интернете. Учителям понравилась идея такого рода занятий. Но с их стороны прозвучало предложение внести урок безопасного интернета в школьную программу ОБЖ, чтобы не терять часы информатики. Может быть, вообще имеет смысл для старшеклассников перестать им рассказывать, рассказав им, естественно, раньше, да, естественно, посвящать им внимания, истории про вулканы, про стихийные бедствия и так далее, и начать всерьез, реально всерьез заниматься вопросами информационной безопасности наших детей. Важно понимать, что никто не собирается делать из детей параноиков. Нужно лишь дать им осмысление того, что каждый поступок в сети может нести за собой последствия. Существует устойчивое выражение – то, что попало в интернет, остается там навсегда. И это правда. Директор департамента интернет-проектов Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Евгений Сулейманов часто приводит в пример китайскую систему социального рейтинга. К сожалению, мы очень часто встречаемся с этим. И опять же, слава богу, мы с вами живем в России, потому что у нас нету вот этого бешеного тоталитаризма, который, допустим, присутствует в Китае, где система и алгоритмы уже настолько прочно входят в повседневную жизнь, то что они начинают душить, скажем так, проявление личной свободы, какого-то личного характера. Научить ребенка поведению в интернете и оградить его от необдуманных поступков – это отлично. Но что делать тем, кто не слушал подобные лекции? Как быть тем, кто уже создал о себе нелицеприятный образ в мировой паутине? Им нужно, во-первых, почистить все свои социальные сети. Просто если вдруг любая запись, любая вещь заставляет засомневаться, даже если внутреннее сомнение появляется, удаляем. Это первый шаг. Второй шаг, после того, как мы почистили систему вот эти вот все, мы забиваем историю уже правильной информацией. И, соответственно, мы точно так же выкладываем правильную статистику. То есть рецепт для всех универсальный. Социальные сети и интернет-активность стали неотъемлемой частью нашей жизни. Технологии не стоят на месте. Все новые, более умные алгоритмы считывают информацию о нас. Обдуманное пользование этим благом и правильная статистика, создаваемая лично нами, начинает быть важным средством реализации себя как человека 21 века. Кирилл Тридуб, Денис Корнев, информационная программа «День». Один щелчок спасает жизнь. Так называется социальный проект, стартовавший 11 ноября в Подмосковье. Его цель – информирование участников дорожного движения о важности использования ремней безопасности. Как показывает практика, далеко не все водители относятся к этому вопросу со всей серьезностью. Продолжит Сергей Берзин. В нашей стране обязательное применение ремней безопасности введено 40 лет назад. За эти годы отношение к обязательному применению ремней менялось медленно. Когда-то считалось необязательным пристегиваться из-за недоверия к надежности ремней. Но со временем практика доказала их эффективность. Однако только в прошлом году Госавтоинспекция Московской области выявила более 100 тысяч фактов управления автотранспортом водителями, не пристегнутыми ремнями безопасности. Так родился специальный информационный проект «Один щелчок спасает жизнь». Основная цель этого социального проекта – это информирование населения о необходимости пользования ремнями безопасности. Как пассажиров, так и водителей при передвижении на автомобильном транспорте. Так как у людей много существует мифов, много вопросов, почему именно надо это делать. Всего специалисты выделяют 7 таких мифов, которые лучше назвать заблуждениями. Самый распространенный из них – в городе при небольшой скорости ремень бесполезен. Совершенно неверная оценка ситуации. В любой момент может ситуация измениться в корне. И то, что невысокая скорость при, допустим, лобовом столкновении увеличивается вдвое, спасает в любом случае этот ремень. Еще один миф. При аварии лучше быть выброшенным из автомобиля, чем застрять внутри. Миф опровергает статистика. Ремни безопасности уменьшают риск гибели и получения травм при фронтальном столкновении в 2,5 раза, а при опрокидывании в 5 раз. А еще кое-кто считает, что ремни безопасности неудобны и создают дискомфорт. Но это скорее похоже на очередное словесное оправдание против использования средств защиты. Конечно, это важно. Я чувствую себя виноватым. Виноватым. Может быть, здесь невысокая скорость. Да, именно этим я оправдываю, что по городу еду. Да я вот, мне две остановки проехать. То есть, ничего страшного, да? Да, просто поторопился. Оправданий можно придумать сколько угодно, но в конечном итоге это только самообман. Как часто вы видите водителей не пристегнутыми ремнями безопасности? Довольно-таки часто, но, скажем так, большинство водителей все-таки соблюдают ПДД. Как водители, так и пассажиры передвигаются пристегнутыми, также пристегивают своих малолетних детей до 12 лет. Большинство водителей пристегиваются машинальным движением и не верят в мифы. Но о тем, кто забывает о своей безопасности, в течение месяца будут вручать вот такие яркие напоминания. Кратко и понятно. Хотя за это нарушение положен и штраф. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День». В память об известном французском педагоге Валентине Гаюи, основателе первых в мире учебных заведений и предприятий для незрячих людей, отмечается Международный день слепых. Под его руководством в 1807 году был открыт первый в России институт для слабовидящих. С тех пор трудовая реабилитация, уровень образования, культуры и спорта среди инвалидов по зрению развиваются как масштабный социальный проект. То, что сделал Валентин Гаюи 235 лет назад, трудно переоценить. С тех пор с помощью специальных училищ, мастерских и общественных организаций к активной жизни вернулись миллионы людей, чей труд пополнил сумму достижений человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире около 2 миллиардов человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. Проблемами людей, лишенных зрения и инвалидов по зрению, в Российской Федерации занимается Всероссийское общество слепых, основанное в 1925 году. Это замечательная организация, замечательные люди. Когда я сюда пришел, на самом деле, я не думал, что незрячие и слабовидящие люди имеют вот такой огромный потенциал, огромную тягу к жизни. У нашей организации около 500 человек. Но вот такой мониторинг небольшой, который мы сами в том числе пытались сделать, то есть в городском округе порядка полутора тысяч все-таки человек. В большинстве своем это люди, которые хотят реализоваться. В искусстве, в спорте, в интересных проектах, в профессиональной подготовке. Есть примеры, когда своим трудом и упорством люди добиваются организации своего дела, побеждают в конкурсах профессионального мастерства, воплощают долгосрочные образовательные проекты. При этом местная организация Всероссийского общества слепых служит им стартовой площадкой и надежным партнером. Тот, кто хочет, действительно, тот, кто не опустил руки, тот, кто не сел на диван и сказал, что меня никто не любит, и мне никто не хочет оказать помощь, люди, которые сами инициируют приход к нам, мы, конечно, таким помогаем. И мы видим, насколько этот человек сам желает и трудоустроиться, и наладить личную жизнь. Как правило, у таких людей это получается. Наверное, это самое большое достижение. Несмотря ни на что, поделиться своими способностями и замыслами, своим стремлением быть полезным людям. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Новый цвет Олимпийского проспекта. Ландшафтные дизайнеры используют в последние теплые дни для воплощения своих идей. Макулатуры много не бывает. В детском саду номер 75 готовятся побить очередной рекорд. Надо приносить ненужную бумагу из дома и картон. Синичек встретили в городском парке матищинские школьники. Синичка прилетит, у окошка посвистит, и это будет добрая примета. Полюбоваться красотой подмосковной природы можно на персональной выставке художника Константина Чуднова. Подмосковье, оно проходит через душу, через сердце. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Карту «Стрелка льготной тарификации» могут получить школьники, студенты, школьники сельской местности, военные пенсионеры. Для этого пройдите авторизацию и осуществите вход на региональный портал государственных услуг Московской области. Выберите категорию «Карты». Заполните все поля и перед отправкой проверьте правильность заполнения. Проверить статус заявления вы можете в разделе «Обращения». Для получения карты обратитесь в МФЦ. Для этого вам понадобится номер заявки, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льгот. Для активации карты оплатите ее залоговую стоимость на сайте стрелкокарт.ру или в мобильном приложении. Пополняйте карту быстро и без комиссии на официальном сайте и в мобильном приложении стрелкокарт.ру Олимпийский проспект стал холстом для ландшафтных дизайнеров. И благодаря теплу, которое дарит нам эта осень, они могут не ждать весны и уже сейчас воплотить свои идеи в жизнь. Как изменится облик одной из центральных улиц города Мытища, знает Надежда Звягинцева. Ландшафтные дизайнеры приступили к реконструкции Олимпийского проспекта. Прежде эту улицу города Мытища, к слову, одну из ключевых, вряд ли можно было назвать изысканной. Лишь зеленая полоса газона разделяла проезжую часть. Теперь все будет иначе. Это ритмические, новые, современные, комбинированные цветники, так называемые на сегодняшний день. Мы уже на протяжении пяти лет стараемся работать именно с комбинированными цветниками. В принципе, этот прием этих цветников, он распространен сейчас в Европе. Мы стараемся от модных тенденций не отходить. Спире серое, японская макрофилос, снежнеягодник белый, розовый, барбарис нескольких сортов и другие цветущие кустарники, ранее редко встречавшиеся в городе, украсят Олимпийский проспект. Интересно, что ассортимент растений специалистам лесопаркового хозяйства пришлось подбирать не один год. Из них на этой разделительной полосе планируется создать три масштабные композиции. Здесь проработано все так, чтобы глаз, как говорится, не раздражало, а наоборот успокаивало и водители и сделана ритмика. На определенном расстоянии разработаны вот эти три цветника. И это далеко не все сложности, с которыми столкнулись ландшафтные дизайнеры, работая над новым обликом Олимпийского проспекта. Оказывается, земля под ним буквально пронизана коммуникациями. Это очень сильно затрудняет работу в плане того, что нас ограничивают в посадке деревьев. В зоне коммуникации посадка деревьев невозможна, только на достаточно большом расстоянии. Но так как здесь все пронизано, буквально как паутиной, мы посадку деревьев практически нигде не производили. Только в зонах, где смогли по проекту это сделать. Зелень, хвои, желтые листья тополя канадского сиротина аурея, серебристый липый войлочный брабант, красные кустарников – таким увидят Олимпийский проспект жителей и гостей городского округа Мытища уже в следующем сезоне. То есть это делает некий акцент серебристое пятно, желтое пятно и зеленые массивы. И также красные, вот все три цветника, они сделаны больше в красно-пурпурных тонах, что делает и ритмичность, и делает композицию всего Олимпийского достаточно интересной и нескучной. Для того, чтобы все растения благополучно прижились, на Олимпийский проспект был завезен плодородный грунт. Садовым работам благоприятствует и погода. Плюсовая температура, установившаяся в ноябре, позволила сотрудникам лесопаркового хозяйства не откладывать дело до весны. Лишь жаль, что оценить результат в этом году уже невозможно. Деревья и большинство кустарников сбросили листву. Что же будем ждать, когда стает снег и снова выглянет солнце. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Акция по сбору макулатуры продолжается. Детский сад номер 75 «Аленький цветочек» уже стал лидером в этом направлении среди детских дошкольных учреждений. Их рекорд – три тонны бумажных отходов. Педагогический коллектив, воспитанники и их родители не собираются останавливаться на достигнутом. Этой осенью их цель – собрать четыре тонны макулатуры. Справятся ли они со своей амбициозной задачей? Узнала моя коллега Алла Сталаева. Акция «Дай макулатуру, спаси дерево» проходит в детском саду номер 75 «Аленький цветочек» с энтузиазмом и большой активностью. Здесь дети, родители и педагоги сделали практически невозможное. Три тонны картона и бумаги – это был прошлый рекорд дошкольного учреждения. Мы все берем и собираем макулатуру и несем в детский сад. Мы сдаем макулатуру, чтобы делать новые тетрадки и книжки. Для чего это? Чтобы деревья не рубить, только можно засохшие рубить. А если все срублены, то тогда придется рубить деревья, которые еще живые. А чтобы их не рубить, надо приносить ненужную бумагу из дома и картон. 75-й детский сад в Мытищах стал лидером по сбору макулатуры. Любовь к природе и бережному к ней отношению прививается как на занятиях в дошкольном учреждении, так и дома. Родители считают эту акцию необходимой. Мы в третий раз с детьми принимаем участие в этой замечательной акции. Собираем макулатуру, считаю, что это прекрасная традиция, которую возобновили с советских времен. Была она утрачена, но сейчас занимаемся полезным делом, приучаем детей к сбору макулатуры и приучаем к полезным мероприятиям. Такое объединение взглядов получилось благодаря руководителю детского сада Юлии Никоновой. Она вдохновила родителей и педагогов на продвижение общего дела. А за основу взяла старый проверенный способ. Идея была простая из моего советского детства. Я была пионером и сама ходила в школу и сдавала макулатуру. И там были экраны соцсоревнований. Конечно, у нас не соцсоревнования, у нас просто соревнования. Экран соревнований находится прямо на входе в детский сад. Родители видят в динамике и даже какой-то соревновательный момент в группах, и они несут макулатуру. Но мы сами не ожидали, что будет такой отклик в сердцах родителей. Соревновательный дух захватил всех участников процесса. Плакат с результатами сдачи бумажных отходов наглядно отражает картину того, какая группа сколько принесла макулатуры. Данные обновляются каждую неделю. За объем собранной макулатуры городской округ получает саженцы. Естественно, мы в первую очередь отмечаем те учреждения, которые являются передовиками в вопросе сбора макулатуры, которые действительно помогают округу занять достойное место в этом марафоне. Детский сад номер 75 уже был отмечен городскими властями. На территории дошкольного учреждения были посажены аллея сирени и жасмина. Благодаря таким показателям рейтинг Матищинского округа по сбору макулатуры среди других муниципальных образований региона только повышается. Алла Сталаев, Андрей Капустин, информационная программа «День». Присоединиться к участникам осеннего этапа эко-марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево» может каждый. Жители города Матищи уже сегодня могут сдать исписанную бумагу, ставшие ненужными газеты, журналы и книги, не представляющие художественной ценности. Для этого возле Дворца культуры Яуза установлен специальный контейнер. В принципе, можно в любые дни днем подойти и выбросить макулатуру вот в этот контейнер. А 21 числа все это будет погружено и отправлено в область. Поэтому еще раз призываю наших граждан не стесняйтесь, у кого есть лишняя макулатура, чтобы она вам не мешала, приходите, складывайте сюда и приходите 21 числа. С часу до 5 часов вечера будет проходить акция возле Дворца ДК Яуза. Напомню, городской округ Матищи постоянный участник эко-марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Более того, не раз становился победителем. Осенью 2018-го в муниципалитете собрали более 26 тонн макулатуры и поднялись на первую ступень пьедестала. Весной 2019-го 15 и стали третьими среди жителей Подмосковья. В награду городской округ Матищи получают саженцы кустов и деревьев, причем редких пород. Сегодня они украшают улицы муниципалитета и территории социальных учреждений. Предлагаю не изменять традиции и в этом сезоне. Напомню, контейнер для сбора макулатуры будет находиться возле Дворца культуры Яуза до 21 ноября. В этот день состоится кульминация мероприятия. В 17.00 вторсырье отправят в региональный пункт сбора. Там бумагу взвесят и направят на переработку. В продолжении экологической тематики. Совсем недавно в России появился новый праздник Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. По народным приметам именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилью в ожидании помощи от людей. Матищинские школьники организовали встречу лесным синицам в городском парке. В Синичкин день жители разных населенных пунктов нашей страны готовятся к встрече зимних гостей. Птиц, остающихся на зимовку в наших краях. Синиц, щеглов, снегирей, соек. Люди заготавливают для них подкорбку, в том числе и синичкины лакомства. Несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса делают и развешивают кормушки. Своими руками мастерят дома для птиц и ученики 2-го Б-класса 14-й школы. Я думаю, Синичкин день, потому что... Девочки! Потому что именно на него вешают кормушки для синиц. Для синиц надо вешать кормушки? Не знаю, потому что синичка прилетит, его кошка посвистит, и это будет добрая примета. В народном календаре это день памяти православного святого Зиновия Синичкина, покровителя лесных птиц. Синица – птица божья, считали древние славяны. Она находится под особым покровительством и приносит удачу. Люди следили за поведением пернатых. Если они собирались стайками возле домов, быть зиме холодной и морозной. Если птицы звонко и переливчато свистели, то погода будет солнечной и ясной. А если они собирались у кормушек, жди сильных снегопадов и метелей. Но у сегодняшних школьников тоже свои приметы, и они в стихах. У кормушки шум, веселье, там справляют новоселье. Шустрые зернышки клюет, спать с утра нам не дает. Голосистая певичка, желтопузая птичка. Голуби и воробьи, постоянные обитатели городских парков, теперь принимают новых соседей. Впрочем, о сохранности и пополнении удобных кормушек надо заботиться постоянно. Эта кормушка висит уже больше двух лет, то есть, в принципе, это срок нормальный, скажем так. Эта кормушка все в своем служиле. Она начинает уже тоже приходить негодность, но она еще, допустим, в сезон повисит. Вот написано, кто делал эту кормушку. Школа номер 6. Синица не зря считалась синей птицей наших лесов. Покорми птиц зимой, они послужат тебе весной, считали наши предки. Но сегодня птицы скорее украшение парков и скверов, а новый экологический праздник урок природоведения. Все практически школьные образования нашего округа участвуют в этом мероприятии. Буквально разошлись, разъехались, разбежались по всем паркам, по всем скверам, и на территориях школ, детских садов происходит аналогичная акция. Старт мы сегодня даем этому вопросу, будем заниматься в течение всей зимы, и до конца марта развешивать кормушки. Для многих детей прогулка в парк или ближайший сквер, по сути, первое приобщение к миру природы. А кто-то изучает ее основательно именно в Синичкин день. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа День. А теперь к новостям культуры. В досуговом центре Бородино, поселка Поведники, открылась персональная выставка Константина Чудного, родное Подмосковье. На полотнах изображены пейзажи Московской области, а посвящена экспозиция 90-летию региона. Продолжит Кирилл Тридуб. За пять лет занятия живописью Константин Чудный успел стать членом Международного художественного фонда, членом Союза художников Подмосковья и Матищинской ассоциации. Большая часть работ творца посвящена Подмосковью. Константин замечательный художник, мне посчастливилось с ним учиться, и он очень любит выходить на полинэр именно в наших краях Подмосковья. У него очень много работ, Матищинский район, Сергея Посадский, Пушкинский, где он сам живет. Мы решили организовать эту выставку, чтобы показать детям жизнь простого, настоящего художника. Константин испытывает искреннее чувство любви к своей родине, поэтому перед ним никогда не вставал вопрос о том, что изображать на полотнах. Мимо этого постоянно ходишь, это все видишь, это все любишь, и поэтому проникаешься, то есть это Подмосковье, оно проходит через душ, через сердце. Директор культурно-досугового центра Бородино Юрий Васюк вручил благодарность живописцу за возможность познакомиться с его творчеством. Также отметил, что это только начало сотрудничества центра с художником. Мы вручаем вам нашу глубокую благодарность. Спасибо. Вот. Желаем вам чтобы вы дальше развивались. На открытии выставки присутствовали ученики Поведниковской общеобразовательной школы, которым была интересна выставка, а также воспитанники коллектива «Лазурь». Мальчишки и девчонки были в восторге от работ, а некоторые после осмотра экспозиции решили связать свою жизнь с творчеством. Я хотела бы стать архитектором и мне нужно хорошо уметь рисовать, потому что я буду чертить дома, вот, потому что как мой папа я иду по стопам отца, вот, и также хочу еще связать свою жизнь, потому что я буду рисовать, потом продавать эти картины. Примером Константина можно вдохновляться всем. Никогда не поздно начать учиться или заняться делом, о котором давно мечтали. Что касается живописи, то по мнению художника это любовь и работа одновременно. Самое главное перестать размышлять и сомневаться. Нужно просто решиться и заняться любимым делом. И помните, художниками не рождаются, ими становятся. Кирилл Тридуб, Андрей Капустин, информационная программа «День». К международным новостям. В Словении возрождается жизнь Бахинской железнодорожной линии. Построенная в начале 20 века, она со временем утратила стратегическое значение. Но теперь это популярная туристическая достопримечательность, которая позволяет окунуться в прошлое. По Салканскому мосту в Словении бежит настоящий паровоз и тянет за собой вагончики старинного образца. Поезд ходит по Бахинской железнодорожной линии, которую построила Австро-Венгерская империя. «Эту железную дорогу построили в начале 20 века. Она была главной линией и частью Альпийской железной дороги, которая соединяла Вену, Прагу и Мюнхен с Адриатическим морем с Триестом, который был самым важным портом Австро-Венгерской империи». После распада Австро-Венгрии в 1918 году Бахинская линия утратила стратегическое значение и мало использовалась. Когда 15 лет назад Словения вошла в состав Евросоюза, благодаря этой железнодорожной ветке появился удобный пассажирский и грузовой маршрут. По нему можно попасть в итальянский Триест из Центральной и Восточной Европы. Ну а кроме того, Бахинская линия стала популярной у туристов. Здесь можно совершить двухчасовую экскурсию на поезде со старинным интерьером. Проводники и аниматоры одеты в наряды ушедшей эпохи. Вся атмосфера окунает в прошлое. «Это прыжок в историю. Особенно сейчас для японских туристов. Для них всё это необычно. Когда они выходят из поезда, нам нужно больше времени на остановку. Они не хотят возвращаться в вагон, потому что осматривают эти маленькие железнодорожные станции, рассматривают поезд и разговаривают с людьми». Линия начинается в Есенице, в южной части тоннеля-караванке. Потом пересекает Словенский и Юлийские Альпы через Бахинский туннель и проходит через город Новогорица. Конечная остановка – Триест. А Салканский мост, по которому проезжает поезд, соединяет Словению и Италию. Это величественное каменное чудо возвели в 1906 году. Главная опорная арка моста в длину достигает 85 метров. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Еще больше информации на сайте Первого Матищинского и в нашей группе ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Представьте, вы простудились, начальнику отправляете фото с градусником, он в ответ выздоравливает, только принести больничный не забудь. Знакомо? Проходит неделя, вы счастливый, здоровый, получаете свой больничный лист, но по дороге домой умудряетесь его где-то потерять. А теперь представьте, все то же самое, только врач выписывает вам не бумажный больничный, а электронный. Если говорить правильно, электронный листок нетрудоспособности, тот самый ELN. Такое уж точно не потерять. Как это работает? Есть единая система ФСС, Фонда социального страхования России, в которой хранятся все данные. Называется она Единая интегрированная информационная система соцстрах. К ней подключаются поликлиники и больницы, работодатели и бюро МСН. Также доступ к своим данным может получить пациент, вернее, человек, которому оформляют электронный больничный лист. Через личный кабинет ФСС по логину и паролю, как на госуслугах. Схема такая. На приеме пациент дает письменное согласие на оформление листка нетрудоспособности. Врач запрашивает у фонда соцстрахования номер для документа. И пациенту сообщается номер его электронного больничного. Поликлиника и больницы зачастую выдает талон. Доктор вносит необходимые данные в специальной программе и направляет их в фонд соцстрахования. При закрытии больничный лист заверяется электронной подписью врача. И когда пациенты выписывают, вся нужная информация по защищенным каналам уже отправлена в фонд соцстрахования. Бывшему пациенту, а теперь здоровому, счастливому человеку в отделе кадров достаточно только назвать номер больничного. Либо просто позвонить работодателю или отправить смс. И все. Никаких бумажек. Представляете, сколько деревьев можно сохранить? Если зайти в систему, можно увидеть все больничные, которые вам оформляли. И суммы, которые вам начислили. И да, поддельные больничные в такой системе точно не пройдут. Теперь на вопрос начальника про больничный, фотоградусника и селфи с врачом уже не понадобится. Отправьте номер своего электронного листка и терять ничего не придется. Прибор электрический приобретаю. На нем маркировку я изучаю. Вот букву А на приборе я вижу. Что это значит, узнаем поближе. Прибор с буквой А самый лучший, ребята. Ему очень мало энергии надо. В Б или С потребление выше. Класс эффективности будет пониже. Да и FG еще ниже значений. Эти приборы одно разорение. Покупая прибор, не забудь на этикетку и букву взглянуть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok